Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На мужском голосовании проект покинул новенький Владимир Смагин, который на прошлой неделе пришел к Тате Абрамсон. Дима Дмитренко вернулся к любимой девушке на Сейшелы. «Доброе утро, Сейшелы, я на месте», – написал он. У Ольги Рапунцель на Диму планы. «Возьму все в свои руки, хватит уже просто встречаться и жить. Нужно свадьбу играть», – написала Оля. Состоялся проектный суд над Татьяной Владимировной Африкантовой. Ее судили за развратное поведение. Но женщина даже не пришла на слушание и покинула проект, хотя в итоге ее оправдали. Она пишет, «Я в очередной раз ушла с проекта, потому что началось гонение. Не судят за явную клевету, за драки, за мат, а подставить человека, который якобы показал причинную точку – это пожалуйста, хотя там было еще 10-15 человек». Также, по словам Африкантовой старшей, в ее контракте с организаторами есть пункт о том, что она будет жить отдельно. Поэтому в женской спальне женщина отказывается жить категорически. Саша Гозиас отказалась от дальнейшего участия в конкурсе «Человек-года» и отправилась домой. Девушка пишет, «Я выбыла из конкурса, было не страшно, но больно. Мне ставили банки. Так как я худая, было очень больно, да и, честно, состояние эмоциональное подломлено. Но самое главное, лечу домой к родной душе, там и успокоюсь». Это выглядит очень странным, потому что Гозиас хорошо выступала, а по количеству голосов она была четвертой. А также не верится в то, что мучения от медицинских банок могут быть такими сильными. Татьяна Владимировна продолжает настаивать на том, что голосование в конкурсе «Человек-года» организовано нечестно, что приложение TNT Club навязывает голосующему другого участника, а именно Олю Жемчугову. Африкантовой старшей жалуются подписчики на то, что голосовали за Марину, а голос ушел за Олю. На своей страничке женщина публикует скриншоты этих жалоб. «И конца, и края нет. Надо вставать на борьбу», пишет она. Вот еще доказательства. Все подкреплено скринами. Человек голосует, заходит через некоторое время, и голос снимается, и уходит Ольге ветер. «Делайте и присылайте больше таких скринов», – обращается Татьяна Владимировна к своим подписчикам. Как вы помните, Олю Жемчугова обвиняли еще и в другом. В том, что ее муж закупает симки для голосования и для накрутки голосов. Оля заявляет, что за нее голоса никто не накручивает, что все это бред и выдумки. Рустам Колганов обратился в проектный суд с иском на Костю Иванова за оскорбление. На одном из недавних ток-шоу Костя вел себя по-хамски. Иванов пишет, «Я посчитал, что он несет в массы свою субкультуру. Я считаю это пропагандой такого образа жизни, и это недопустимо. А как вы считаете, имеют ли право представители меньшинств пропагандировать свой образ жизни?» Элла Суханова возмущена выдуманными слухами о своей паре в новостях «Дома-2» с официального сайта. Ведущая Екатерина Старикова в этих новостях сказала, что якобы Элла дико раздражает Игоря и жалеет, что вышла замуж, что она вернула мужу кольцо и сказала при этом, лучше бы я тогда вышла замуж за Георгия. Элла написала, «Очередной бред от Стариковой в новостях «Дома-2», лишь бы грязью палить нашу пару». Катя Старикова ответила на этот выпад Эллы в свою сторону. Все пишет редакция, и это ни для кого не секрет, а именно Ермакова и Колганов. «Я не преследую цели разрушать пары. Меня приписывать и трогать не позволю». Бывшая участница проекта Света Торба отметила свое 33-летие в компании подруг. «Это был мой лучший день рождения, а вы говорите, зачем на «Дом-2» ходила? За подругами. Викусью Романец люблю». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.